Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в реабилитационном центре Юдина. Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о тех ресурсах, которыми обладает центр на сегодняшний день. Вот в плане реабилитации мы сейчас с вами находимся в зале ЛФК. Я хочу сразу сказать, что это не единственный зал, которым располагает центр. Вот давайте расскажем сегодня подробно о ресурсах, о вашей команде, которая помогает пациентам, в буквальном смысле слова, встать на ноги. Действительно, сегодня лечебно-реабилитационный центр Юдина, являясь филиалом национального медицинско-исследовательского центра реабилитации и куртологии, федерального центра Минздрава России, в Подмосковье, ну даже не только в Подмосковье, в принципе, во всем даже ближайшем регионе от Москвы, можно назвать ведущим центром в области медицинской реабилитации. Действительно, мы рассчитаны на жителей подмосковного региона охватить буквально все возможные нозологии, все проблемы, которые только встречаются по профилю медицинской реабилитации. Это и нарушение центральной нервной системы, я имею в виду последствия инсультов, это заболевание опорно-двигательного аппарата, состояние после эндопротезирования суставов, операции, допустим, артероскопических операций. Но это также и блок соматической патологии, имею в виду блок кардиореабилитации, онкореабилитации, также реабилитации пациентов с нарушением желудочно-кишечного тракта. То есть по всем этим направлениям центр успешно работает и действительно предоставляет чрезвычайно широкий арсенал возможностей реабилитационных средств. Ну и в частности, может быть, одним из ведущих таких методов, направлений, что ли, реабилитации является лечебно-физическая культура, или как иногда называют это кинезотерапия, лечение движением. В ЛРКЦ Юдина представлены как групповые занятия лечебной гимнастики, также индивидуальные занятия с пациентом. Есть в теплое время года пациенты выходят на Теренкур вокруг как раз основного здания по нашей парковой зоне и также осваивают в том числе азы скандинавской ходьбы, то есть с такими специальными палочками для скандинавской ходьбы. Помимо этого, в центре оснащено уникальное оборудование, что я имею в виду, это серьезный такой роботизированный комплекс контрекс. То есть это действительно настоящий робот для выполнения различных движений, физических упражнений. Включает, буду говорить серьезные такие прям слова, там, изометрические, изокинетические, даже так называемые баллистические, рывковые тесты. То есть на этом аппарате можно как и продиагностировать состояние околосуставных мышц, так и в таких же режимах, двигательных режимах и назначать упражнения на конкретную. А вот насколько эффективно именно это оборудование и как быстро оно помогает пациенту и с какими патологиями? Ну, можно сказать, что есть в мире два таких серьезных робота для работы с околосуставными мышцами, это Биодекс и Контрекс. Биодекс – это американская система, Контрекс – германская. Вот как раз у нас и стоит вот эта германская система, которая, ну, в том же самом Израиле, всего лишь два аппарата таких. Один работает на диагностику, второй работает на лечение. Вот как раз в Подмосковье есть этот, как раз, аппарат, который выполняет и те, и другие функции, и именно таких роботизированных аппаратах мы можем, ну, точно сказать. Если для того, чтобы включить ту или иную мышцу, иногда нужна работа инструктора, ну, пять, иногда даже десять дней, именно проверяя, включается та мышца или нет. Здесь на аппарате, имея обратную, так называемую, биологическую связь, мы можем четко уже на второй-третий день определить, есть ли эффект от этого воздействия или нет. То есть, действительно, мышца включается, вот он, есть ответ, и мы можем уже под контролем, там, электромиографии, какие-то динамометрии, то есть определение силы, уже дальше наращивать эту нагрузку. Действительно, уникальная вещь, почему сейчас, как раз, и Минздрав говорит, что количество дней реабилитации должно быть определенное. Вот эти аппараты, внедрение высоких технологий, как раз и позволяют сократить период реабилитации. То есть, если, еще раз повторюсь, раньше, там, для того, чтобы достичь какого-то эффекта, нужно было 12, 14, там, иногда 20 дней, здесь мы уже на первых днях, уже на третью-пятую процедуру уже получаем результат. То есть, тот, который состоит, когда мы госпитализируем пациента, ставим ему определенную цель и задачу. Ну, получается, технологии оптимизируют процессы, технологии позволяют гораздо быстрее получить требуемый результат. Безусловно. Мало того, так как Юдино – это реабилитационный центр, здесь, в отличие от какого-то лечебного учреждения, ставятся не какие-то аморфные задачи, помочь, что-то вылечить и так далее. Ставится достаточно узкая конкретная задача. Допустим, пациент не встает. Значит, задача в течение, там, 7, 10, там, 12, 14 дней – научить его вставать. У пациента, допустим, с последствия инсульта он не может держать кружку или ложку. То есть, уже есть конкретные проблемы. Значит, все средства – это и лечебная физкультура, это и аппаратная физиотерапия, и баню, процедура, они все заточены на то, чтобы научить пациента держать эту ложку там или кружку. То есть, когда пациент уходит как раз из центра, он уже что-то приобрел, приобрел какой-то новый двигательный навык. Михаил Анатольевич, мы находимся сейчас здесь в зале, огромное количество тоже представлено разного оборудования. Сколько примерно умещает человек и как много сейчас пациентов находится на реабилитации? Вот мы сейчас находимся в таком классическом зале для реабилитационных центров, для сантронных курортных учреждений, где проходят групповые процедуры. Большие группы, как правило, составляют порядка 15-20 пациентов. Занятия проводит инструктор. Кстати, хочется сказать, все инструктора имеют высшее образование, это специалисты, действительно, с физкультурным высшим образованием, имея педагогический, опять-таки, уклон. То есть они ведут урок, то есть не просто какое-то занятие, какую-то процедуру, а это урок, то есть по освоению тех или иных двигательных навыков. Ну вот эти 15-20 как раз пациентов в течение 30-40 минут, тоже бывает разная как раз нагрузка, выполняют некий комплекс упражнений. Как правило, общетонизирующего характера упражнения в основной части всегда есть некие специализированные упражнения. Дальше уже после этих занятий пациент переходит к инструкторам, методистам по лечимой физкультуре для индивидуальных занятий. То есть когда уже мы работаем с конкретной мышцей, с конкретным суставом, решаем тоже определенные задачи. Но, как правило, групповыми индивидуальными занятиями не ограничивается вообще программа реабилитации этих пациентов. Помимо этого есть и специальные тренажеры, я уже как бы говорил о них, это и тренажеры на тренировку мышечной силы роботизированной, это тренажеры на тренировку баланса, координации движений, тоже достаточно интересные, сложные вообще сами по себе конструкции. Но которые, если конструкции сложные, пациенту она облегчает вообще даже своего, не знаю, выполнение каких-то упражнений. Пациенту, наоборот, легко на них как бы заниматься. Есть даже система экзоскелетов. Как раз хотел спросить про эту систему. У вас есть уникальная система экзоскелетов. Вот что это такое, как она работает, для кого она предназначена? Система экзоскелета, это тоже роботизированная система. У нас в центре представлен отечественный аппарат, тренажер, экзоатлет под названием. Он позволяет пациенту, не ходячему пациенту, действительно научиться как вставать, так и передвигаться там по помещению. То есть человек, который не ходил даже с нижним парапорезом после травм спинного мозга, серьезных травм, которые обездвиживают человека, здесь на этом аппарате впервые люди встают и впервые делают, после травмы, того происшествия, которое произошло, впервые самостоятельные шаги. Получается, задача этой системы снова научить человека ходить, вернуть ему двигательную активность? Да, да, да. Вот именно обучить. А как вот быстрый, ну самое главное, конечно же, насколько быстрый этот процесс? Ну, конечно, мы хотим чудо, хотим волшебные палочки, чтобы вот и что-то произошло, и сразу. Нет, в этом и особенность как раз. И механотерапия, роботизированная механотерапия, это все равно часть лечебной физической культуры. Задача которой научить пациента что-то делать. Процесс научения, он всегда очень долгий. Вообще, даже упражнения лечебной гимнастики необходимо менять каждые три месяца. То есть, за три месяца человек достигает какого-то, ну, каких-то показателей. Дальше комплекс упражнений должен меняться. Каждые полгода, вообще занятия более полугода, одними и теми же упражнениями считаются вредными. То есть, нельзя всю жизнь выполнять одни и те же упражнения. Мы тренируем одни двигательные качества, в ущерб, соответственно, другие. То же самое и экзоскелет. Он тоже выполняет на первом этапе реабилитации свою некую задачу. Дать человеку уверенность в своих силах, научить включать определенную очередность мышц, для того, чтобы научиться ходить вначале в пассивном режиме, когда это делает моторчик, а потом уже в таком активно-пассивном режиме, когда и сам человек начинает прилагать усилия. И вот задача научить пациента прилагать эти усилия для своего выздоровления. Михаил Анатольевич, мы все прекрасно понимаем, что есть категория пациентов, когда это обусловлено некими травмами, событиями определенными, которые происходят в жизни. Но есть ведь потери двигательной активности. И просто у современного человека мы сейчас все, в общем-то, очень мало двигаемся. Мы спускаемся вниз на лифте, садимся в свою машину, едем до работы, снова сидим и также возвращаемся обратно. Вот как все-таки себя поддерживать? Вот ваш совет, как сохранить двигательную активность, как оставаться социально активным и здоровым человеком? Хочу сказать, что одним из средств реабилитации является, помимо лечебной физкультуры, аппаратной физиотерапии, больной терапии, двигательный режим. То есть попадая... Просто ходить. Двигательный режим очень-очень много вообще все включает. То есть как ходить, сколько ходить, где ходить и так далее. То есть мало того, даже с какой частотой пульса. Это тоже нужно контролировать. Такие рассказывают? Человеку, попадая или в санаторный курортный, или в реабилитационный центр, ему выписывается определенный двигательный режим. Их есть в условиях стационаров три режима, и также в условиях реабилитационных центров и санаторных курортных учреждений тоже три режима. Там щадящий, щадящий, тренирующий и тренирующий. Для которых характерны свои пределы, ну скажем так, пульса. По которым мы можем и оценить общее состояние и двигательную нагрузку на пациента. Так вот, пациенту и расписывается, сколько он должен действительно в день передвигаться. Вообще, для реабилитационных центров характерна так называемая активная реабилитация. То есть попадая в реабилитационный центр, человек должен понимать, что он должен выполнять кучу назначений, которые есть, не менее трех часов. Это не менее, а это может быть и больше. И то, что как раз было сделано и в локации Юдины, и в центре реабилитации куртологии на Арбате, когда пациент получает порядка от шести, а иногда в некоторых случаях до восьми часов от различных двигательных заданий, куда включается и лечебность культуры, и физиотерапия, и также работа с психологами, арт-терапия, кинотерапия и так далее. Это все лечебный процесс, вот такой достаточно активный. Пациенты очень часто говорят, мы действительно устаем от тех мероприятий, которые проходят. Это не то, что раньше было в советских санаториях вечером дискотека, там еще какие-то прогулки, там нет-нет-нет. Сейчас даже вот двигательная активность, она тоже регламентирована. Мало того, сейчас уже объявлена и закреплена Министерством здравоохранения новая научно-исследовательская работа по дистанционному мониторированию пациентов в реабилитационных центрах и санатурно-курортных учреждениях. То есть когда, допустим, в головном нашем учреждении на Арбате сидит специалист за компьютером, а пациенты, которых он контролирует, имеют фитнес-часы, фитнес-браслеты, где определяется пульс, число шагов, там сатурация. И онлайн, то есть в таком прямом режиме, вот этот лечащий врач оценивает, где сейчас находится пациент, то есть какая у него нагрузка, не зашкаливает ли показатели пульса. Мы можем оценить и дальше уже скорректировать. То есть для его двигательного режима, допустим, необходимо не более 120 ударов в минуту. В этом режиме это максимум. Вот пациент должен как раз работать в этом как раз режиме. Мы можем оценить и двигательную мощность занятия, то есть тоже рассчитать, опять-таки, по пульсу, сколько кривых, сколько подъемов пульсовой кривой как раз было у пациента. И за этим все, опять-таки, следить лечащий врач, который корректирует все, не знаю, мероприятия этого пациента. Ну как же все-таки мотивировать человека, пациента, который находится уже дома, в домашних условиях, и вот чтобы он продолжил заниматься, продолжил и сохранил свою двигательную активность? Если можно не лежать, значит, нужно сидеть. Если можно не сидеть, значит, нужно стоять. Если можно не стоять, значит, нужно ходить. То есть всегда человек вообще рожден двигаться. Вот эти движения, они необходимы. То есть человек идет на работу, лучше сделать пешком. Хотя бы минимально остановить машину, где-то чуть дальше пройти. На работе или в офисе есть лестницы. Давайте пользоваться лестницами. Спускаемся, поднимаемся. Фитнес-браслеты, чем они интересны, можно поставить свои некие пределы. Там 6-8 тысяч шагов в день, которые нужно выполнять. Вообще, то, что и мы рекомендуем, кстати, в нашем центре, поощрять сотрудников, именно сотрудников, если они выполняют свою какую-то норму. Там 6 тысяч шагов. За это можно даже... То есть совет руководителям сейчас. Конечно, конечно же. Можно там, не знаю, давать отгулы, можно давать еще какие-то там бонусы и так далее. Это уже фантазия здесь не ограничена. Но призывать пациента прежде всего к здоровому образу жизни. А здоровый образ жизни – это движение. Можно сколько угодно, там, не знаю, как-то себя в чем-то другом ограничивать, но не двигаться. Это все равно болезненный образ жизни. Движение – это жизнь. Движение – это жизнь. Спасибо, Михаил Анатольевич, за интересную беседу. Спасибо, Мария. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.